Маску, перчатку. Ольга Лукашева пришла на свой избирательный участок, чтобы проголосовать уже в маске. На входе после термометрии предложили одноразовые перчатки и индивидуальную ручку. Мера санитарной безопасности – обязательное условие этой избирательной кампании. Заболеваемость коронавирусом высокая, поэтому все участки оснащены средствами защиты. А чтобы не создавать большого скопления людей на УИКах, голосуют в этот раз не один день, а три. Такая сейчас ситуация с коронавирусом, что необходимо, чтобы ручки были одноразовые, чтобы не соприкасаться ни с кем. И здорово, что три дня сделали голосование, потому что это очень удобно. Все члены избирательной комиссии, а также независимые наблюдатели оснащены средствами защиты, и они обязаны соблюдать социальную дистанцию. Разумеется, мы учитываем все рекомендации Роспотребнадзора. И сотрудники члены избирательной комиссии каждые полтора-два часа меняют маски. По мере необходимости перчатки обрабатываются кабины для тайного голосования. Наблюдателям также предлагаются в отсутствии, допустим, у них индивидуальных мер защиты. Мы предлагаем масочку, мы предлагаем перчатки. Также предлагаем свое время поменять. Кабина для тайного голосования расположена на расстоянии друг от друга. Каждый голосующий отправляет бюллетень в урну по очереди, не создавая толпу. Большинство избирателей рассказывают, что соблюдение дополнительных мер безопасности не помешало им сделать свой выбор. Опасения были? Везде хожу в маске, поэтому нет. Абсолютно я болела в декабре. Даже до вакцинации не было последнего. Тем более сейчас вакцинирован. То, что следят, как бы выдают связи с защитой, это тоже плюс. Но для тех, кто предпочел остаться дома из-за опасности заболеть, работают мобильные бригады с переносными урнами. Человек, который находится на самоизоляции, именно на самоизоляции, не по причине инвалидности, не по причине болезни, а именно вот он хочет выразить свою гражданскую позицию, а вот в места скопления он не хочет появляться. Поэтому ему предоставлена возможность пригласить членов избирательной комиссии на дом и проголосовать на дому. В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября во всех регионах. На территории страны открыто 96 тысяч избирательных участков. Они работают с 8 утра до 8 вечера. Проголосовать могут 108 миллионов граждан, проживающих в России, и 2 миллиона россиян за границей. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Продолжение следует...